Как и жители Октябрьского района, облучинцы выступили решительно против создания на территории района национального парка Помпеевский. Проект, разработанный фондом «Биосфера» по заказу Минприроды России, не отвечает интересам жителей, ограничивает их возможности на ведение хозяйственной промысловой деятельности. Сомнительные граждане посчитали перспективу резервата Амурского «Сигра». Нужно бороться с загрязнением рек. Вот с чем нужно бороться. С лесозаготовителями нужно бороться с запретом вырубки липы, например. А они с запретом вот национальный парк, он просто запрещает людям сейчас охотиться. Это касается в первую очередь охотников, которые на этой территории сейчас у них участки, правильно? Вся охота будет там запрещена. Ну и рыбалка, естественно, тоже. Вы уже подтвердили, что это будет все по путевке. То есть никакой рыбалки там не будет. Вы найдете тысячу причин, чтобы шлагбаум не открыть там, чтобы человек не заехал. Вот и все. А то, что касается тигров и разведения, ну они сейчас разводятся, нет национального парка. Кстати, сколько вы их хотите там разводить? Законные вопросы вызвало у жителей планируемое зонирование особо охраняемой природной территории. По их мнению, проект так составлен, что возможность разрабатывать ресурсы участка выглядит пустой формальностью. Граждане убеждены, что вместо проекта очередного заповедника необходимо призвать к порядку тех, кто наносит вред природе. Все мы карту посмотрели вот здесь, да? Границы. Зона заповедная, зона особой охраны. И в середине всей этой зоны хозяйственная зона. Для каких целей эта хозяйственная зона? А потому что они не могут с ней справиться, никаких бог. Значит, и сейчас в данное время, как вот нам докладчик здесь объяснял, о том, что вот мы территорию все сделали. Тут уже лесопользователи у них и золотари, и заготовители леса. Так, каким образом у вас проходит борьба с золотарями и с заготовкой леса? Участие в общественном обсуждении приняли около 200 человек. Видимо, поэтому собрание пришлось перенести из зала администрации на улицу. Но это не ослабило накал дискуссии и запал выступающих. Люди пытались получить внятный ответ, чем не устраивает экологов действующий заповедник Дичуны. И в чем острая необходимость – расширять границы заповедной территории. Люди показали нам, что они против создания национального парка. Мне было услышать, что они ответят на вопрос, как высказались жители других районов. И чтобы это услышали люди, что эту идею не поддерживают ни в Октябрьском районе, ни в Облучинском районе. Мы здесь живем, и ведь для нас это очень важно, как в дальнейшем будет складываться наша жизнь. Мнение участников обсуждения было единодушным. Создавать национальный парк Помпеевский, куда должны войти земли заказников Журавлины и Дичун и еще 45 тысяч гектаров лесного фонда нецелесообразно. Теперь остается ждать реакции заказчика Минприроды России. Ольга Киселева, Константин Земляникин, Богдан Патрин. Новости 21.